Сегодня уже официально. Милиция вышла, дабы стабилизировать напряженную обстановку в стране. До этого они работали вместе с народными дружинниками в штатной одежде, рассказали в ведомстве. В свою очередь, исполняющий обязанности министра внутренних дел Курсан Асанов на построении всех гарнизонов и Бишкека, и Чуйской области, призвал сотрудников к доблестному несению службы. Я повторяю всем еще раз. От сержанта до генерала мы должны следовать закону Кыргызской республики, руководители всех отделов, районов и областей. Вы должны с сегодняшнего дня выполнять свою работу в полном объеме. Я еще раз приказываю, силовые методы не должны применяться с вашей стороны. Исключительно разъяснительная работа. На сегодняшний день остро стоит вопрос и дорожной безопасности. Многие автолюбители, сняв номера машин, разъезжают по городу, нарушая правила дорожного движения. Нарушителей будут наказаны. Также в ведомстве рассказали, что сегодня правоохранители будут работать вместе с народными дружинниками. Что бы ни случилось, мы, сотрудники, должны сохранить порядок в стране. Да, вчера наши сотрудники не вышли на работу, но сегодня они будут работать с дружинниками. Граждане искренне радуются, что милиционеры будут работать для народа. Появилась вера в то, что правоохранители смогут навести порядок в стране и погасить провокационные действия отдельных людей. Появилась вера в то, что теперь милиционеры с народом. Я думаю, что сотрудники смогут наладить ситуацию. Я думаю, что дальше все будет лучше. Главное, чтобы во власть не пришли старые лица. А по завершению торжественной части мероприятия сотрудники правоохранительных органов отправляются патрулировать в город Бишкек совместно с волонтерами и народной дружиной.